Добрый вечер. Скажите, как прошли в Череповце праздники, каникулы с вашей точки зрения, с точки зрения спасателей? В принципе, ежегодно у нас спокойно проходят новогодние праздники. Этот год не стал исключением. Служба за эти 8 праздничных дней совершила 36 выездов. Каких-то, скажем так, серьезных происшествий не было. Все более-менее спокойно. Были какие-то бытовые невырядницы у наших горожан. Работали много по акватории. Сейчас обстановка на акватории не очень спокойная, поэтому много выездов было по воде. Ну, а какие-то конкретные примеры, на что приходилось выезжать? В новогоднюю ночь у нас были вызовы по открытию дверей. У нас был вызов интересный. Мужчина находился на карнизе третьего этажа, вылез в окно, держался за подоконник. Ну, и потребовалась помощь спасателя для того, чтобы его оттуда снять. Но мужчина пояснил свои действия тем, что в квартире происходит драка, и поэтому он вылез в окно, чтобы ее избежать. И мы его не сняли в квартире. Никого не оказалось, квартира была пустая. Это проявление праздничного настроения, видимо. Потом, первого числа, также вот из таких курьезных случаев, это во время патрулирования акватории, уже утром второго числа был обнаружен пуховик посреди реки, который висел на Бакене. В пуховике находились личные вещи, банковские карты, телефон владельца пуховика. Ну, спасатели обследовали акваторию, обнаружили следы, которые вели в Бакене, просверлили дальнейшее передвижение этого мужчины. Мужчина вышел на берег и, видимо, благополучно добрался до дома. То есть, в новогоднюю ночь вот он таким образом отметил, перейдя реку Шексна, хотя сейчас обстановка очень... Ну, и Бакен нарядил как-то. Да, Бакен нарядил, да. Ну, мы передали пуховик сотрудникам полиции, думаю, они восстановят владельца. Вот из таких вот случаев, да, ну, были вызовы на ДТП, ДТП незначительные, были вызовы на пожары, возгорания. Также там все закончилось благополучно, то есть, обычно, рутинная работа спасателей. Ну, давайте перейдем к реке. Вот выезды на рыбаков, наверное, тоже обрадовались и уже открыли новогодний, после Нового года новый сезон зимней рыбалки. Есть ли такие? Встречаются ли любители подлёдного лова? Вот и были ли происшествия? Да, у нас много любителей подлёдного лова. Сейчас в городе действует запрет выхода на лёд, потому что толщина льда является небезопасной. Толщина от 2 до 5 сантиметров городской черты. И поэтому на лёд выходить нельзя. Понимаем мы наших любителей подлёдного лова, работаем с ними, проводим беседы. Ежедневно у нас проводились рейдовые мероприятия. То есть, с опасных мест со всех мы рыбаков удаляем, проводим беседы, распространяем памятки. То есть, работа ведётся. Ну, и каких-то серьёзных происшествий в городской черте у нас не произошло. Проводились в новогодние праздники поисковые мероприятия в районе острова Ваганиха. Там 29 декабря пропал мужчина, предположительно уехал на рыбалку, ну и пропал. 4 числа спасателей было обнаружено место провала. Ну, нашли рюкзак, нашли канистру. То есть, было понятно, что это место провала. Да, вызвали водолазов, водолазы обследовали дно и обнаружили тело погибшего. К сожалению, мужчина с 79-го года погиб. Передали его сотрудникам полиции. То есть, несчастный случай у нас произошёл. Ну, собственно говоря, любители зимней рыбалки ещё подвергают опасности и ваших вид сотрудников, потому что им приходится, во-первых, бегать, ведь как бы лёд может не выдержать. Это на самом деле так? Это на самом деле так, да. И спасатели подвергают себя риску. Конечно, мы его стараемся всегда свести к нулю. Конечно, и риск для спасателей, и риск для рыбаков, к которым мы подъезжаем. Но риск существует. Кроме того, вот все рыбаки, которые у нас выходят на акваторию, они подают дурной пример другим горожанам, нашим детям. То есть, гражданин, наблюдая, что кто-то находится на льду, передвигается, естественно, понимает, что по льду ходить можно, и выходят на лёд, и всё это может привести к трагическим последствиям. Поэтому мы стараемся всеми силами бороться с этим. Ну, вот вы даёте такую сноску, что в городской черте, в городской черте, за городом всё-таки можно выйти на лёд? В Черепасском районе также действует запрет выхода на лёд. Его никто не отменял. То есть, у нас в связи с такими погодными условиями толщина льда на водоёмах Череповца и Череповецкого района, она небезопасна, поэтому запрет действует и в Череповецком районе. Ну, кстати, вот это сложно назвать зима, но, тем не менее, осень-зима, вот этот переходный сезон, мы уже видели всё, река замерзала, и снова таяла, и снова замерзала. Во-первых, сказывается-то на качестве ледового покрытия, потому что, ну, ещё от зимы-то ещё осталось время, это во-первых. Во-вторых, как мы пережили вот то осеннее, считается, да, это ноябрь был, осеннее половодье, которое случилось со всей Вологодской областью? Давайте снова по порядку. Да, начнём с покрытия, с ледового покрытия, оно, конечно, всегда осенний лёд, он более крепкий, чем весенний, но в связи с тем, что постоянно идёт оттаивание, кроме того, появляется течение у нас в русловой части, то качество льда, оно низкое, да, кроме того, лёд засыпает снегом, под снегом лёд начинает пареть, и поэтому довольно быстро он разрушается. Так что, ещё раз обращаю, что лёд на наших водоёмах, он небезопасен, он всё это, ну, нахождение на нём может привести к каким-то несчастным случаям. Что касается половодья, да? Да, то, что касается половодья, ну, Черепец более-менее благополучно пережил половодье, да, в области были серьёзные подтопления и населённых пунктов, и доходило дело до эвакуации. У нас спасатели работали по откачке воды с приусадебных участков, в основном в Зареченской части города, то есть там вот были подтопления, но это было связано, скорее всего, не с подъёмом уровня рек, а с осадками, которые обильно выпали, и поэтому какие-то закрытые территории, где не проведены были достаточно хорошо работы по дренажу, они вот были подтоплены, и поэтому там работы велись, да, мы помпами откачивали воду. Есть ли прогнозы на уже весенний паводок, может ли повториться такая история, и прогноз вообще на зиму? Да, ну вот пока по нашим данным в ближайшее время каких-то значительных отрицательных температур не предполагается, и поэтому мы прогнозируем, что вот ледовая обстановка, которая есть, она будет сохраняться ещё достаточно длительное время, но и не уверен, что мы когда-то всё-таки снимем в этом году запрет выхода на лёд, надеюсь на это. По весне тоже никаких? По весне, да, таких долгосрочных прогнозов у нас нет, но я думаю, что и все горожане видят, что все канавы, все участки у нас находятся в воде, очень много воды, и в самой реке Шексне, то есть такие пиковые пороги по уровню воды, но надеюсь, что произойдёт сработка, воду сбросят к весне, и пройдём мы к полуодию без каких-то проблем, но пока обстановка такая тяжёлая. По запрету выхода на лёд, давайте напомним нашим телезрителям о том, что же грозит нарушителям вот этого запрета. Ну, нарушителям грозит административная ответственность, это нарушение как раз запрета выхода на лёд, это административный штраф от полутора до трёх тысяч рублей, который может вынести административная комиссия. То есть это реальное наказание, которое грозит нашим нарушителям. В связи с выходом на лёд, у нас новогодние праздники заканчиваются, у нас впереди крещение. Что будем делать в этой ситуации? Не растает ли вода? И всё-таки вот как будете решать подготовку к этому вопросу? Ну да, обстановка для крещенских купаний, она такая сложная. Пока каких-то конкретных решений о том, проводить, не проводить, в каком виде проводить купание ещё не принято. Но, скорее всего, однозначно будем проводить купание, потому что я думаю, что наши горожане всё равно захотят искупаться. И лучше, ну это моё мнение, что лучше это дело самим организовать, чем это проводить стихийно. Поэтому, конечно, мы приняли все необходимые меры безопасности. Я думаю, всё пройдёт, как всегда, на хорошем уровне. Но как это будет происходить, пока это вот в процессе обсуждения и мероприятия мы разрабатываем для того, чтобы ничего не произошло. Ну то есть может быть перенос места? Нет, место, скорее всего, останется традиционно. Но в каком виде это будет? Потому что сейчас вот по нашим последним замерам, в том месте, где мы обычно делаем купель, толщина льда всего 7 сантиметров, и это однозначно небезопасно для выхода на лёд. И поэтому, возможно, будет организован купель, заход будет с берега в воду с выходом на лёд, или какие-то другие варианты. Но пока это обсуждается. Ну, погода, она каждый день подносит сюрпризы. Всё-таки, если случилась такая ситуация, человек стал жертвой, провалился под лёд, либо видит, что кто-то провалился под лёд, давайте напомним опять-таки меры самоспасения и меры оказания первой помощи. Ну, основное, конечно, требует не выходить на лёд. Мы понимаем, но если уж вы вышли на лёд, провалились, то выбираться нужно в первые секунды вашего провала, потому что в это время ваша одежда сработает как воздушная подушка, и она поможет вам, пока она не напиталась влагой, она поможет вам выскочить обратно на лёд. Вот выбираться надо в ту сторону, откуда вы пришли, потому что лёд проверен, и он вас держал, и, соответственно, вы сможете по нему передвигаться. Что ещё рекомендуем? Когда вы всё-таки пытаетесь выйти на лёд, можно какие-то приспособления с собой иметь для того, чтобы вы смогли в случае чего выбраться. Однозначно нельзя одному выходить, потому что никто вам помощь не поможет. Если передвигаетесь по льду, возможно, многие рыбаки пользуются таким устройством, просто привязывая длинную верёвку, и первый идёт, а второй сзади, получается, его страхует. Для того, что если он провалился, то за верёвку спокойно можно обратно вытащить. Шесты длинные, потому что они позволяют увеличить площадь опорта на лёд, и когда вы проваливаетесь, вы ложите шест поперёг, то с его помощью также можно выбраться. Рекомендуем мы, так сказать, спасатели рыбаков. Это два гвоздя на 150. То есть, если они у вас есть в кармане, то вы можете цепляться ими за лёд, убивать и выбраться, потому что за лёд очень сложно зацепиться, для того, чтобы себя поднять. Ну и если вы всё-таки находите уже в провале, то надо постараться, как можно большую площадь опоры принять, то есть широко раскинуть руки, опереться спиной на кромку льда и попытаться выкатиться на лёд. Ну и однозначно не вставать, а ползком уползать обратно, откуда вы пришли, самое главное, ползком, чтобы снова не провалиться. Ну и первое правило, это, конечно, постараться привлечь внимание, чтобы кто-то вам всё-таки оказал помощь при провале. Ну вот, а если кто-то стоит на берегу и видит, что человек провалился под лёд? Провалился под лёд, да. Естественно, надо позвонить по любому телефону экстренных служб, потому что сигнал до нас дойдёт. Но сейчас очень хорошо работает телефон 112, то есть единый, очень быстро сигнал проходит, вызывает и пытаетесь помочь провалившемуся, но не забывая о мерах предосторожности, то есть обязательно подползать ему надо по постумски. То есть не бежать? Не бежать, да-да-да. Постараться найти или длинную палку, или ремень, или какую-то одежду. То есть к самому краю на майне подползать нельзя, но и попытаться подать ему, для того, чтобы он зацепился, и потом также ползком его вытягивать на лёд, для того, чтобы спасти. Ну спасатели, они вообще так вот, через сколько приезжают, то есть сколько есть времени? В городской черте мы очень оперативно реагируем, то есть вот мы засекали специально время прибытия нашего судна на воздушной подушке в крайнюю Зареченскую точку, там не больше пяти минут, это максимально. То есть мы на акватории города реагируем очень оперативно, как бы это нам позволяет добиваться того, что у нас гибели вот в этот период нет. В Череповецком районе всё сложнее, потому что расстояния уже очень большие, и поэтому там уже время прибытия, оно идёт уже на часы, и поэтому там надо стараться помочь, если что-то. Ну и вот ещё очень часто тоже в сводках появляются, ну не часто, но есть такие, о том, что машины уходят под лёд, снегоходы уходят под лёд, мотособаки уходят под лёд. Вот здесь какие меры предосторожности, или они действуют совершенно такие же? То есть стоит ли ездить под лёд? Да, те же самые меры предосторожности, если существует запрет выхода на лёд, запрет выезда на лёд, он однозначно существует, и выезжать нельзя. Вот у нас в Череповецком районе в этот сезон уже пять человек погибло. Именно в период ледостава, и два случая из них, это люди передвигались на мотобуксировщиках, то есть когда по льду нельзя ходить, они выезжают на мотобуксировщиках, вес, естественно, больше, и лёд гораздо быстрее проламывается. То есть однозначно, сейчас однозначно нельзя ни на какой снегоходной технике на лёд выезжать, тем более на автомобилях. Хотя случай в этом году у нас, в прошлом году был, да, автомобиль выехал, провалился в районе городища, и, слава богу, всё закончилось без трагедии. Ну и лёд в прошлом году был такой покрепче. Нет, в прошлом году этого сезона. А, да, в прошлом году. Ещё раз давайте напомним номер телефона, по которому звонить, если мы видим, что что-то случилось, или наоборот, мы видим, может быть, какие-нибудь бдительные граждане, там, видеть детей на льду, кто-то там, пожилые люди очень тоже любят сократить ход и переходить, куда нужно звонить, куда жаловаться. Ну, наш прямой телефон 500-100, это телефон нашего дежурного, то есть набрав этот номер, вы всегда попадёте прямо к спасателям, а так, единый номер 112, он у нас в области сейчас хорошо работает, и все необходимые службы, если вы позвоните на 112, будут немедленно проинформированы, и помощь придёт со всех сторон, то есть 112-500-100, это наш номер, два номера, которые я рекомендую. Спасибо. С Дмитрием Санаковым мы подводили итоги новогодних каникул, и ещё раз напомнили горожанам о том, что запрет выхода на лёд, выезда на лёд существует, он, скорее всего, сохранится длительное время, поэтому ещё раз обращаем ваше внимание на безопасность на реке, не подвергайте опасности свою жизнь и спасатели, которые тоже выезжают в рейды и ловят нерадивых череповчан, наказывают, приходится наказывать, потому что некоторые не умеют себя правильно вести, не читают аншлаги, что выход на лёд запрещен. Дмитрий Графевич, спасибо вам большое. Спасибо вам. Я желаю вам спокойного сезона, и мы с вами уже туда ближе к весне встретимся и подведём итоги. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «Перекрёсток». Мы с вами сейчас встречаемся в программе новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова